У меня есть еще такое уточнение. Господа, у вас же физика параллельная идет, правда? Да, да. Контрольный вопрос. Что такое среднее значение величины для физика? Когда в механике есть система материальных точек. Что такое среднее значение? Центр тяжести. Центр тяжести. Интересно, кто-нибудь, как и вас это понимает или нет? Когда есть точки, то есть среднее значение, это центр тяжести? Да. А, ну, наверное, не верно. Ага, три человека понимают. Только какую надо случайную величину задать, чтобы среднее значение получило центр тяжести? А, без тебя это такое? Нет, неверно. У нас есть точки какие-то, у каждой точки есть масса, ну, там, не знаю, 50 точек. У каждой есть какая-то своя масса. Какую случайную величину надо посмотреть, чтобы центр тяжести, который есть в физике, это было бы вот это вот, из математики? Поставить везде единственное число. Неверно. Какие вероятности нужно взять? Один из земля. Неверно. Так увидит связь между средним значением случайной величины и центром тяжести системы материальных точек. Нет, трехмерное боксинг. Пусть они будут напрямую до простоты. Трехмерное просто три координаты. По каждой координате надо считать отдельно. Вот, выхожу, пусть они напрямую. Напрямую есть точки. У каждой есть своя масса. Вот как я рисовал картинку, да? Прямо в точке стадок, на прямой точке. Только вопрос-то, как надо задать вероятности? Кто-нибудь вообще помнит, какое главное свойство? Когда есть точки, и у каждой... Что же, да? Сумма не сидится. Ага. А у масс есть такое свойство? У нас нет. Нет. Представляешь, чтобы все массы умерли со ста. Глупости. Единицы. Еще раз, у вас есть несколько точек, у каждой есть своя масса. А, ну там, я не знаю. Есть точки, ну, 50 я вам не буду диктовать, но, скажем, там, не знаю, три точки с массами 5 килограммов, 2 килограмма и 6 килограммов. 5, 2, 6. Как из этих точек сделать естественным образом вероятность на пространство? Чтобы та самая буковочка М соответствовала бы центру тяжести. Общий вес посчитать можно, для этого нужно сложить массы. Совершенно верно, посчитал. 5, 12, 2, 12, 6, 13. То есть надо разделить массу каждой точки на... На общий вес. Понятно? Да. Да. И когда сумма будет равна единице, почему? Потому что, если... Потому что, когда сумму чисел делишь на сумму чисел, то получаешь единия. Ты же взял. Да. Да. То есть процентов тяжести поняли теперь? Нет, наоборот. Ну, хорошо, да. Это очень полезно, конечно, знать связь между математикой и физикой. Действительно, не зря мы с нами что-то изучаем. Физики это тоже полезно. Продолжение следует...